Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители! Мы рады вас вновь приветствовать на нашем прямом эфире Стреласаев. Сегодня с удивительным гостем и удивительной темой мы рады вас приветствовать на нашем прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Гульбика Хариварина, психолог, специалист по женскому счастью. Добро пожаловать, Гульбика Ханум, из Уфы, Башкоргастан. И тема очень актуальная для вас, дорогие девушки, женщины, связана с тем, как восполнить нашу женскую энергию. Гульбика Ханум, вопрос, скажем так, один из хитовых и трендовых в современных реалиях, это именно женская энергия. Как мы правильно её должны понимать с точки зрения ислама? Ну, во-первых, алейкум, ассалям, драгоценная, безумно счастлива присутствовать, окунуться вновь в твоё пространство. Это, конечно, безумно приятно. Благодарю, приветствую всех. Да, тема очень одновременно мощная и одновременно такая искренняя и такая трепетная. И ты знаешь, мне почему-то захотелось начать с того, что сейчас очень многие часто говорят, давайте прокачаем энергию, да, прокачать энергию. Особенно тренинги всякие. Да, и вроде прокачивают энергию, вроде ходят на очень различные хорошие мероприятия по действительно там тренинге, коуче, моменты, но женщина почему-то не ощущает себя в полной мере энергичной, да. Наверное, потому, что мы забываем, что энергия — это в первую очередь любовь. Это в первую очередь любовь. И если ты хочешь прокачать энергию, то ты прокачай любовь. А любовь — это одновременно и доброта. И вот, к сожалению, сейчас мало кто говорит, прокачай доброту. Стала ли ты доброй? Замечила, да, да, действительно. Просто доброты так мало. Да. И ты знаешь, очень много доброты в рекламе «Сока добрый». Например, да? Да, рекламируют. И там больше даже. Вот раньше фильмы были больше про доброту. Сейчас мы как будто бы стесняемся быть добрыми. Сейчас как будто девчонки стесняются. Они думают, что доброта — это позиция жертвы. У нас обесценивается доброта, обесценивается любовь, энергии становится всё меньше и меньше. Мы действительно прокачиваем её внешне, а внутри, если подойти уже более вплотную, ответить на твой вопрос, энергия — это порядок. Это божественный порядок. Когда, безусловно, энергия — это божественная субстанция. И когда Аллах на первом месте, то всё становится на свои места. Мы сейчас очень много поклоняемся блеску. Вот есть даже такое понятие, знаешь, депрессия — блеска. У человека есть всё. У него есть всё, но у него депрессия. Представляешь? Нет какого-то внутреннего спокойствия, да, Гульбика Ханна? Совершенно верно. Внутреннего спокойствия. Мне кажется, вот женщины действительно, в одном из наших эфиров, в которых вы участвовали, в тот раз вы говорили, что женщине не хватает внутренней тишины. И вот эта вот внутренняя тишина, возможно, это и есть тот способ, чтобы женщина сама к себе, скажем так, вернулась. А то мы же живём постоянно как будто для других. Да, да. И при этом где же я? Да? И кто же я? И вообще кто тогда живёт для других? Вот здесь же вопрос, да? И внутренний порядок, внутренняя тишина — это про внутренний порядок. Когда ты любишь Бога больше всего на свете. Больше мужа, больше детей. Потому что понимаешь, что это всё от Всевышнего, и это же всё напрокат. И когда ты живёшь... Вот оно, жить ради Аллаха. Очень многие говорят, я живу, ну там, помоги мне ради Аллаха. А на самом деле ждут взамен, ждут чего-то, ждут хорошей реакции, ждут благодарности, ждут приветливости, ждут, чтобы в следующий раз им помогли. И где же здесь ради Аллаха? И пришло время. Пришло время приходить в себя, уходить действительно в себя, обнаруживать вот эту тишину, внутренний порядок и любовь. Любовь. Понимаешь, если ты живёшь ради Аллаха, то ты любишь всех. Потому что ты в каждом видишь нур. И энергетика, она копится, любовь копится. И ты не ширкуешь, думаешь, что тебя заряжают деревья, что тебя заряжает земля. Это всё вдохновляет. Липе Каханам, вот вы, извините, что прервала, только что вы говорили, что действительно энергетика, она копится. И многие девушки, женщины сейчас переживают, что получается, они тратят энергию, как говорится, больше, чем она успевает накопиться. Означает ли это, что у каждого свой ритм или женская энергия? Вот бывает же очень энергичная женщина, а бывают женщины, которые с немножко меньшим уровнем энергии. И связано ли это с генетикой или её вот можно как-то наработать духовными практиками, скажем так? Ты знаешь, генетика, она действительно, она оставляет след. Она, безусловно, имеет весомый вклад в структуру человека, в его пространство, в его трансляции себя миру. И, конечно же, слава Богу, у нас есть возможность реализовать себя наилучшим образом. Наилучшим образом. Сейчас очень много вот таких лозунгов и на тренингах, и в интернете в целом о том, что важно не то, какая женщина там суперходяйка или там суперкрасивая или супер такая, вся такая растакая, а важно то, насколько она энергичная. Вот этот вот лозунг, то есть иногда говорят, почему вы удивляетесь, что рядом с таким статным мужчинам идёт вот такая невзрачная женщина, а может быть, у неё есть в организме столько много энергии, тепла, любви, которую она даёт ему. И ему это нравится. То есть, получается, самое главное, важное — это вот внутренняя женская энергия, да? Безусловно, про наполненность. Но, знаешь, мне захотелось вот сказать, что когда ты спросила, какая ты энергичная, наверное, это, знаешь, вот в этом вопросе есть ответ на вопрос другой. А какая ты перед Богом? Очень хорошо. Какая ты перед Всевышним? И вот когда говорят, что, да, действительно, вроде мы все женщины, да, мы все там, у кого какой-то определённый возраст, но Всевышний даёт каждому свой ресурс энергетический. И он, его немало и немного, но кто-то ведь действительно уходит вперёд, а кто-то остаётся позади. И вот здесь тогда вопрос, вот куда ты тратишь энергию? Вот куда? Почему действительно у кого-то много? Сейчас перестали завидовать мужьям, сейчас перестали завидовать деньгам, богатству, сейчас у многих всё есть. Сейчас очень завидуют энергии и невозможности родить. Вот сейчас вот остались две очень мощные зависти между нами, женщинами. Это мы завидуем энергичным женщинам, которые всё успевают, и завидуем беременным женщинам, потому что сейчас мало кто может забеременеть, выносить, родить. Это две очень мощные субстанции, связанные между собой. Потому что, чтобы выносить, совершенно верно, да. И вот здесь вопрос, куда же ты её тратишь? Если, в принципе, мы все рождаемся с одинаковым ресурсом, достаточным энергиями, да. И почему же кто-то, ну, может, больше, а ты можешь меньше? И при этом вроде ты соблюдаешь режим дня, да, при этом вроде бы ты такая, ну, ты вроде стараешься, ходишь на тренинги, ла-ла-ла, и всё равно ты не отстаёшь от жизни, как говорится. Да. И получается, мы из-за чего, Гульбекахану, вот тратим, быстро теряем энергию? И вот я слышала, что если женщина постоянно обижается, ревнует, завидует, вот как вы говорите, то её вот эти вот жизненные ресурсы, жизненная энергия, она уходит на, ну, как говорится, обеспечение этого чувства. То есть, получается, она тратит много, да, энергии. И что ещё, от чего нам ещё опасаться в этом вопросе? А давай теперь подумаем, что такое вот зависть? Это страх отстать, жадность, это страх потерять. Это страх. И где же тогда доверие Господу? И где же тогда принятие воли Всевышнего? И где же тогда поклонение Господу? Мы тогда, получается, поклоняемся благополучию, мы поклоняемся стабильности, мы поклоняемся, лишь бы нас никто не предал, лишь бы никто не унизил, мы поклоняемся имиджу. Или статусу. Совершенно верно. Это и есть лицемерие. Когда ты на самом деле не та за кого-то себя выдаёшь, представляешь, сколько нужно энергии на это поддержание. И здесь уже действительно нас не хватает ни на детей, ни на мужа, ни на приготовить что-то, да. Вот мы нанимаем помощниц, вот мы вроде нанимаем помощниц, да, казалось бы, должно время-то хватать, и всё равно не хватает. А как вы думаете, вот некоторые женщины жалуются, что муж не уделяет времени? Например, он целыми днями на работе, а она говорит, ты должен весь день быть рядом со мной, мне не хватает времени, и постоянно жалуются, ну как бы недовольство проявляет. Я тут с детьми дома, как говорится, а ты времени уделяешь мне. Это тоже из-за низкого уровня энергии, или как? Ну это здесь борьба за внимание, ей не хватает внимания, понимаешь? И здесь тогда вопрос, кто он тебе, отец, который должен давать абсолютное внимание, или всё-таки он тебе партнёр, супруг, с которым у вас есть определённые договорённости. Да, он работает, ты смотришь за детьми, но поменяйтесь местами, когда ты иди на работу, он будет смотреть за детьми, если он согласен. Если тебе это нравится, да? Совершенно верно. Здесь проблема в коммуникациях. Женщина не умеет договариваться. Я вообще считаю, конечно, вот развитый показатель женщины это количество, безусловно, силы, силы любви в ней. Я теперь энергию называю всё-таки сила любви, потому что энергия может быть и не божественной природой, она может быть дьявольской природой, когда очень много злости, агрессии, нервности. Это же тоже энергия, да? Конечно, конечно. Потому что некоторые женщины, извините, что перебила, переживают, что если они будут давать много любви, то муж перестанет это ценить. Почему-то есть вот какая-то вот такая зацепка небольшая, скажем так, она как бы и хотела бы давать много любви, но и муж говорит, ой, ну типа, слишком много тебя, слишком много... Ну, короче говоря, не готов, возможно, можно принимать такое огромное количество... Может, бывают же такие мужчины, которые не привыкли к ласкам, к любви, скажем так, с детства, и он в шоке, например, от своей жены, от её энергии, как говорится. Что в таких случаях делать? И здесь вновь вопрос. Она ухаживает за своим супругом как за ребёнком? Или как за ребёнком? Или как за ребёнком? Или как за ребёнком? Да, осуществляет нереализованное материнство. Или это всё-таки супруг и партнёр, у которого есть своя родная мама, она ему додаст всё, что ему необходимо. И здесь, наверное, знаешь, это про то, что если человек требует, если человек даёт много внимания, это всё-таки не обязательно, что в ней столько много любви. Скорее всего, она хочет получить отдачу. Совершенно верно. Совершенно верно. И ты знаешь, я сказала очень важную фразу. Если мужчина сказал, что тебя для меня слишком много, это, конечно, большой звонок. Это же большой звоночек, что, во-первых, мужчины так не говорят. Они сразу показывают действиями. Это очень редкий мужчина, когда сумеет вот так сказать своей супруге, что, дорогая, тебя для меня много. К сожалению, вот этих слов они не скажут. Это прям очень редко на самом деле. Но это большой звонок, что надо в себя вкладывать. Вот, понимаешь, пока в тебе мало любви и мало энергии, что ты сможешь ждать другим? Да ничего. Да, нужно вкладывать в себя в каком плане, Гульбик Аханн? Как вкладывать в себя энергетически? Чтобы улучшить своё поклонение. Поклонение счастливой женщине, наполненной любовью, отличается от несчастной женщины. Жена — разное поклонение. И, наверное, несчастная женщина, она и не торопится поклоняться. Она и не бежит. Вот поэтому же сказано есть хадис. Не уподобляйтесь. Женщины, которые уподобляются мужчинам, будут прокляты. Проклятые — это несчастная. Это несчастная. Хорошо. Недавно, знаешь, посмотрела эфир, Екатерина Варнава, такая очень интересная там какая-то телеведущая, она сказала, почему вы так выглядите? Она говорит, да что, вы не видите, что ли? Я же несчастна. Вот понимаете, я несчастна, я одинока. Это вот я впервые услышала, чтобы женщина так честно призналась. Ульпи Каханум, такой вопрос здесь нам поступил. Бывает ли так, что у женщины, наоборот, мужская энергия, а не женская? То есть подразделяется ли энергия на мужскую и женскую? И от чего бывает, если от женщины прёт мужской энергии? На самом деле, это вопрос следующий, перевод. Что делать, если женщина очень часто транслирует себя по-мужски? Правильно? Да, по-другому. Это же вопрос. Да. И ты знаешь, здесь всё-таки, я не знаю, как ответить на этот вопрос, если не вернуться в детско-родительские отношения. Посмотри, вот когда ребёнок рождается, он младенец, и он полностью в сфере влияния матери. Но через некоторое время, когда он ползает, он обнаруживает, что у него есть ещё и отец. И он понимает, что там совершенно разные структуры, разная энергия, всё по-разному. И в какой-то период времени, да, где-то с пяти лет, ребёнок идёт в сферу влияния отца. И до подросткового возраста, например, берём девочку, девочка возвращается вновь на женскую половину и находит свою собственную сексуальную сексуальную идентификацию, идентичность. Когда она женщина, когда она может себя обозначить, что я девушка, да, вот я цвету, я проявляю себя в мир, как женщина. И вот женщина, которая транслирует в себе себя, как по-мужски, у неё не осуществился вот этот переход. А по каким-то причинам, это вот про папиных дочек, это вот про вот этих вот холодных королев. Да, вот про это. Когда она всё ещё в сфере влияния отца, а ей уже 40, она так и не перешла на женскую половину, она так и не приняла маму. Она её осуждает, она её обучит, как надо жить и так далее. И вот здесь нужен переход. Нужно иметь перейти. Идентификация с женщинами, скажем так, да, в своём роду, скажем так, да. Спасибо большое. Тут у нас как раз к слову задают такой вопрос. Здравствуйте, а как тогда полюбить себя? Я мама четверых детей. Вот такой комментарий. Верю. Устала женщина, да, видимо? Конечно. Хотя, казалось бы, мы все так хотим детей, так просим, так просим, потом, когда Всевышний даёт, а мы не знаем, что с этим делать, да, и где взять энергию. Да. Полюбить себя, любимые, это полюбить свою судьбу. Это полюбить то количество ресурсов, которые у тебя есть. Это полюбить то генетическое наследство, которое у тебя есть. взять от родителей столько, сколько они смогли дать. Это ты как знаешь, вот если возьмём чашку, да, да, у кого-то чашка поменьше, у кого-то побольше, кому-то родители дали много, кому-то мало, но ведь ты с этой чашкой можешь много раз приходить к своим родителям. А мы почему-то думаем, что только один раз пришли, да получили и всё. Как раз таки не стесняйтесь приходить к родителям и брать, брать столько, сколько вам нужно, потому что вы же передаёте это дальше. Если есть вот какой-то блок, потом у вас с вашими детьми будет блок, ваши дети будут блокировать свой приход к вам. И здесь, конечно, нужно убирать гордыню и приходить к родителям не как большие, да, особенно если родители, например, ну, были не образованы или не занимают какого-то положения, а вы вдруг стали образованным. Вдруг, да? Да, вдруг. Очень важный момент. Вдруг свалилось небо, скажем так, да? Совершенно верно. И вдруг вы стали образованным и каким-нибудь там очень высокостоящим, ну, да, по положению. И вот подойдите к родителям как бебеки, как маленькие, уж опустите голову уж, но чуть-чуть, да? Вот этот карантин, что он с нами сделал? Он же сделал нас скромнее, ты понимаешь? Он остановил нас как бы, да, немножечко. Как вы стали скромнее. Замечательно. Гульбекаханам, у нас ещё такой вопрос интересный. А как мужчины чувствуют, что в женщине очень много энергии? У них что, радары есть? Совершенно верно. Да, представляете, у них действительно есть радары. Знаешь, они больше что чувствуют? Они чувствуют, какая это энергетика, какого качества. И если это высокоэнергетическая женщина с высокими вибрациями, то она для него безопасна. Она безопасна для того, чтобы он стал успешным, богатым. Она не будет его блокировать. Совершенно верно. Она выдержит его богатство, она выдержит его успех, она выдержит его успех среди других женщин. Это же нужно уметь выдерживать. А когда ты сможешь это выдерживать? Когда в тебе много любви к любым другим женщинам? Когда у тебя много любви к другим женщинам? Когда я сама себя... Совершенно верно. Когда ты полюбила маму. Когда ты любишь маму. Безусловно. Тогда всё, ты принимаешь себя. Вот она идентичность. И ты любишь, считываешь других женщин как прекрасных, доблых. Совершенно верно. А не конкурента. Вот я слышала, что в женской конкуренции не существует Гульбика Хана. Как вы на это смотрите? Вообще в природе, как говорится, её нет. Потому что конкуренция это более мужское, скажем так, да, качество. Совершенно верно. И всё-таки женщина, которая транслирует себя больше по-мужски, для неё конкуренция существует, конечно. Конечно. Только она конкурирует не только с женщинами, с мужчинами, кстати, тоже. Такой вопрос. Почему всегда внутри тревога и страх? И влияет ли это на энергию? Да. Да, это же неприятие воли Всевышнего. Это же страх, что «А что завтра будет?» Понимаешь, когда ты доверяешь Богу, когда ты поклоняешься, но и лучшим образом тебе за радость то, что завтра будет, потому что тебе не важно, по сути. И вот к этому мы должны приходить вновь и вновь, в каждую секунду возвращать своё намерение. Кому же мы служим? Кому же мы поклоняемся? Кому же мы поклоняемся деньгам, успеху, стабильности, семейному счастью, семейному благополучию или Богу. И если мы Богу поклоняемся, то тогда Его воля, она проявляется каждый день, каждую секунду во всём. И наша задача — принимать с миром, принимать, дорожить, почитать, любя идти дальше. И вот тогда энергии становится всё больше и больше. Потому что в первую очередь ты говоришь, что делает нас энергичнее. Первый этаж, который мы проходим для восполнения энергии, это мировоззрение. Это правильное мировоззрение. Это порядок в голове. Что бы ни случилось, аль-хамду лилля. Обожаю, как Абуханифа сказал, у вас пропали там сто тысяч баранов. Аль-хамду лилля. Ой, нет, это не ваши бараны. Аль-хамду лилля. Всё, брат. Во всём есть то благо, которое Аллах нам предопределил. Правда, Ржах? Глюбик Каханнум, вы знаете, вот такой вопрос, почему после родов у женщины резко снижается уровень энергии? С чем это связано? Ну, конечно же, это гормональная перестройка, безусловно. Это имеет место быть, конечно. Истощение по-своему, да, произошло. Крупнейшее событие, да, родился ребёнок. И вот здесь, конечно, нужно копить, конечно, уже, да, уже вкладывать в себя, наполняться, наполняться. Но у нас включается материнский инстинкт, и мы так боимся быть плохими мамочками, да, что мы всё себе отдаём в библейке, а у самих уже ничего не осталось, мы продолжаем что-то отдавать. Тогда что мы отдаём, спрораживается этот вопрос. И получается, да, и получается, мужья, оказывается, переживают, что вообще характер жены изменился, ну, как бы меняется, ну, наверняка, не в ту сторону, которую ему нравится. Поэтому нужно заранее договориться с супругом, любимый, скоро у меня роды, скоро я подарю тебе девочку или мальчика, возможно, у меня переклинит. Любимый, посмотри предметливо, если я что-то буду не так делать. Да, да. Поддержи меня. С пониманием, да. Слушай, наверное. А вообще, в любитых, а нам... Извините ещё раз. Вообще, мужчина, оказывается, не очень любит таких резких эмоций, вспышек эмоций, вернее, скажем так, не совсем готовы реагировать правильно. Это так? Ты знаешь, как будто бы мы так говорим о мужчинах, как о каких-то мальчишках. Да. Вот это они не могут, это не могут. Всё они могут, дорогая. Просто они хотят, это можно. Это роскошное творение, Господа, без миля, это же... Ну, если бы Адам, алейхиссалям, не заскучал, то нас бы не было. Поэтому всё они могут, всё они умеют. Если мы будем смотреть вот на них вот так вот из позиции «ты маленький, а я большая», и вообще, наверное, ты меня не поймёшь, и вообще ты что-то стал другим, потому что я родила, тогда где же его ответственность, где же вот отношение как к партнёру, как к супругу, как на равных? Он на равных. Партнёр — это на равных. А когда мы делаем какие-то вот такие умозаключения, мы его как будто принижаем, опускаем. Получается, мы сами. Конечно, это наимудрейшее творение. Они сами всё знают, что после родов нас переклинило и так далее, и так далее. Они всё выдерживают. Единственное, просто мы любим об этом поболтать, а они нет. Когда предупредит супруга такой, я бы хотела об этом поговорить. Замечательно. В любихах бывают такие случаи, когда, например, женщина наполнена в таком хорошем настроении, вообще всё так замечательно, и раз, может расстроиться из-за какой-то мелочи, и резко, получается, чувствует, да, вот, не знаю, нам так это всё присуще, то есть вроде ты наполнена, и всё так замечательно, и жизнь прекрасна, ты самая счастливая на свете, и раз, кто-то что-то сказал, и что-то не так посмотрел, и уже чувствуешь, как будто ты обесточена. Это вот связано с тем, что на самом деле у нас вот эта энергия может каждый день, как говорится, увеличиться и снижаться? Конечно. И это, конечно, если честно, немножко грустно, да, когда наша энергия зависит от мнения окружающих, раз. Это же, понимаешь, когда, вот ты говоришь, когда я на подъёме, когда у меня всё классно, и кто-то мне сказал не то, значит, ты ожидала от него что-то. Что скажет то. Совершенно верно. Вот это ожидание, это не ради Аллаха. Не нужно ожидать. Выравнивай намерения, выравнивай мировоззрение, приходи в себя, да. Поэтому же дополнительные навазы вот существуют, да, нам пять мало на самом деле. Иногда, да, нам нужно вырос, чтобы выровняться, действительно, очень много поклоняться. Но опять-таки, конечно же, уважаю Дунью, уважаю мирское. Замечательно. Спасибо большое. Не зацепляясь, вот всё-таки, можно добавить, не зацепляясь, не загоняясь по мирскому, а уважая. Гульбика Ханум, а как всё-таки восполнить женскую энергию? Очень много сейчас и в интернете, и везде всевозможные практики, техники, и девочки на самом деле теряются, потому что особенно вопрос такой мучает, противоречит ли это шариату, вот всякие эти техники, и что вообще в эти техники входит, скажем так, и так далее. Да, если есть какие-то сомнения, да, то действительно, лучше сомнительного, конечно, избегать. Теперь у меня, можно я тебе задам вопрос? Если всё-таки энергия, это про любовь, то что делает тебя любящей? Ну, это, наверное, любовь к Аллаху, вот как вы и сказали, да, то есть, когда мы приближаемся к Аллаху, то тут уже сам по себе наполняешься, потому что Аллах тебе дарует это каждый день. И получаются вот эти все инструменты и техники, которые мы так ищем извне, на всяких тренингах, это у нас вот легко доступно, и практически каждый день мы можем, скажем так, бесплатно обратиться к Аллаху, что ты хочешь нему, да. Я очень уважаю тех мужей, которые не отпускают своих жен, даже на мои тренинги, на мои семинары. Они говорят, читай Кур'ан, читай Кур'ан, сон, и там для тебя всё есть. Это верно, это верно. Но единственное, женщина приходит на те же самые тренинги, вот, конечно, очень грустно, когда женщина приходит, думая, что она зарядится от этой там тренерши и так далее. Она от неё вдохновится, она вдохновится, она обменяется, да, своим комплимент, а она сказала комплимент, та сказала, и вот уже обмен, и вот уже наполнение, и вот уже какое-то внутрилюбящее состояние, и поэтому всё, что делает вас энергичной, это то, что делает вас любящей, приближающейся действительно ко Всевышнему. А что приближает к Аллаху? Наш добрый нрав, наш благой нрав. А наш благой нрав, он начинается не с улицы, не с подруг, он начинается с нрава с родителями, с нрава с супругом, с родителями супруга, с детьми, и только потом ты транслируешь. У нас сейчас немножко есть вот этот вот переклин, у нас женщины начинаются с улицы, с подруг, понимаешь, как они себя ведут там, как они великолепно себя там ведут, приходят домой, а дома-то она вообще не такая. И вот на этом лицем мире уходит колоссальное количество сил, как решето. Ты вроде наполняешься, вроде ходишь на тренинги, вроде всё ты знаешь и читаешь всё, а ты... Ещё вот этот мне очень нравится, я вообще балдею по этому хадису, ваша вера не будет совершенной, пока вы другому не пожелаете того, что желаете себе. Если ты ходишь со злостью и желаешь людям в общем-то недобра и непроцветания, где твоя вера, кому ты поклоняешься. Замечательно. В Альбика Ханом действительно, вот то, что женщины ищут извне, возможно, они и знают ответ на свой вопрос сами, да, но на тренингах или, возможно, на таких мероприятиях они просто вот общаясь с женщинами, скажем так, может быть, просто ля-ля-ля-ля не хватает, как говорится, пообщаться, поговорить, поделиться, скажем так, потому что вы же сами только что сказали, что мужчины не всегда готовы это всё проговаривать, скажем так, да, а с женщинами они могут поговорить об этом. конечно. Здесь так важно ваше окружение. Если вы собираетесь с девочками, которые ненавидят своего супруга, оставь ее лада, то тогда какое же вдохновение на семейное благополучие ты получишь? Да не получишь. Наоборот, только вдохновишься сбегать от мужа, от супруга. Или хуже того, когда собираются женщины и хвалятся, хвалятся, знаешь, не так, чтобы вот с уважением, а типа вот вы знаете, вот у вас вот этого нету, а мне супруг вот это подарил. И же девочка приходит домой и пилит супруга. Где? А где мне этот подарок? И поэтому супруги, мужья, я же говорю, они же уникальные творения, они чувствуют даже, кому отпускать жену, а кому нет. Аллах им как будто внушает, да, вот это вот чувство. Он же наш пастух, то есть он же нас ведет к краю, иншаллах, да, он же ведь наш, он наш управитель. Путеводитель. Путеводитель. совершенно верно. Если ты доверяешь Богу, если ты уважаешь супруга, если ты доверяешь супругу, знаешь, доверять супругу нужно после Бога, а не так сначала, я доверяла супругу и выяснила, что он меня предал. Понимаешь, если ты доверяешь Всевышнему, то в предательстве супруга есть доверие к Богу. И для тебя предательство супруга тогда не является предательством. то есть мы должны скажем так не от мужа ждать а от Аллаха всевозможные блага и защиту Лебекахану знаете действительно очень такое удивительное сочетание получается что действительно женщина она как бы и рада была бы все это проговаривать у знакомых есть случаи когда тоже обращались с вопросом что мужу если что-то такое вот ну ты молодец ты всегда прав если только на такие темы он разговаривает а если хоть малейший намек на то что он не прав он сразу резко грубо отвечает и отворачивается и не разговаривает и в таких случаях что делать вообще верно здесь женщина теряется и как же быть да здесь нужно изящество речи сказать возлюбленный мой ты конечно не всегда прав во всех ста процентах случаев но вот наверное вот я здесь не права да и ты рассказываешь ситуацию где был он не прав но говоришь что это якобы ты не права вот так вот они любят это лайфхак такой да девочки совершенно верно да 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 здесь конечно чтобы признаться в том что на самом деле не ты была ну как бы это конечно очень много нужно любви к супругу любви к себе мы вообще всегда должны действительно создавать для мужа условия что он наш император что он наш король что он несет ответственность что он создает условия для моего процветания и так далее если ты будешь это делать то им будет это в кайф легко с радостью но если есть хоть малейшие претензии огорчения то тогда ты не скажешь наверное я была не права то есть это самое первое получается к ханам нужно позволить себе быть не идеальной и признать это для того чтобы потому что у нас же у всех такое вот попытка идеальность да ну как будто бы ну исходя из разговора этой женщины ну да ну да как будто у меня не хватает сил хвалить его когда он неправ как будто она знаешь как будто она хочет чтобы он всегда сказал да я тоже был неправ слушайте ну я таких мужчин еще не встречала если не встречала то это конечно потом проблема для семьи немножечко ага ну здесь здесь конечно здесь все очень индивидуально но я мой супруг никогда еще не говорил что да я был неправ по крайней мере всегда говорю любимый всегда я неправа всегда я и в этом я неправа и в том я неправа и в этом и он говорит ну ладно ладно здесь вот ты немножко была права потом уже признается да замечательно Глюбика Ханам вот такой вопрос к нам тоже поступил а что если родителям мужа которые живем вместе категорически против того что я читаю намаз вроде вообще против намаза как быть муж вроде согласился но и маму огорчать не хочет не знаю как решить но несмотря на это я все равно читаю а из-за этого свекровь со мной не разговаривает очень красивое такое испытание да испытание на изящество ума изящество мудрости изящество речи это конечно испытание на взрослость только взрослая женщина может позволить себе подойти к свекрови сказать вы главная женщина для меня вы очень мне важны мне важно ваше благословение вы первая для моего супруга я вторая я жена таких как я может быть миллион а вы одна единственная и мне очень важно молиться за вас за нас за вас за наше семейное благополучие я почему молюсь-то дорогая мамочка я же хочу праведное потомство которое будет любить вас тянить уважать я считаю что мне в этом очень поможет намаз пожалуйста благословите меня на намаз мне кажется когда я читаю намаз дуга дуга больше сбывается чем когда я не читаю намаз просто спроси разрешения что такого просто такой диалог да чтобы не было сопротивления просто нужно диалог вместе со свекровью да такой установить тут такие отзывы Гульбекаханам я вашу программу люблю с уважением смотрю вы даже вот сейчас смотрю дай Аллах и вам и гости здоровья с уважением Рахима из города Шамкент благодарности уже идут уже не вопросы а уже благодарности спасибо вам большое и здесь вот как наполнить себя энергией чтобы быть уверенной в себе потому что вот знаете Гульбекаханум тоже часто говорят что если самооценка женщины получается неадекватно низкая то это говорит о том что тоже мало энергии это так? ну скорее всего да недостаточно ресурсов принять себя такой какая ты есть да наверное не уверена в себе это же ведь в ком не уверена ты не уверена в Боге ты не уверена в своей судьбе ты считаешь что в ней могут быть всякие проблемы и так далее на самом деле для верующей женщины любое испытание в радость потому что за испытанием облегчение и вот такая постоянная вот такая вот колея вот туда-сюда облегчение испытание и испытание понимаете испытание тоже разные бывают испытание на богатство когда вам обрушивается колоссальное количество денег вроде вы его ждали да вот обрушилась а ты попробуй попробуй удержать сохранить любовь внутри любовь к людям особенно к просящим именно когда у тебя появились деньги да и все начинают просить у тебя деньги и вот ты вот сохрани любовь уважение к этим людям это ресурс энергия это в то же время еще и ресурс и сила и вот знаешь когда я говорила помнишь про переход с позиции и сфера влияния в сферу влияния отца в сферу влияния собственной идентичности сферу влияния матери вот мы упражнения делаем такое да в рестановочном формате там стоят обязательно ресурсы женского рода и ресурсы женщин мужского рода ресурс да вот без этой вот этой вот родовой энергии тоже очень тяжело поэтому же мы молимся поэтому же мы суры читаем за наших умерших бабушек они в барзахе и вот эти суры они же ведь выравнивают выравнивают будущий наш путь это чистить наш путь это нам нужно это нам нужно молиться за них чтобы мы без помех шли дальше замечательно Греби Каханам мы очень вам благодарны у нас к сожалению так быстро время пролетело сейчас уже наш прямой эфир почти уже вот подходит к концу мы выражаем вам большую благодарность за такие ценные советы и мне кажется самое главное как говорится женское вот это внутреннее спокойствие оно действительно от Аллаха а не от людей как мы как говорится ошибочно считаем и ваши пожелания нашим телезрительницам по итогам нашей сегодняшней темы да благодарю я в восторге быть с тобой это я прям вообще с удовольствием очень рада спасибо тебе за приглашение любимые что я вам сегодня пожелаю я вам пожелаю не нуждаться в людях я вам пожелаю нуждаться в Боге не нуждайтесь в мужа не нуждайтесь в детях не нуждайтесь ни в ком как только вы придете к Богу сдадитесь капитулируйте полностью Аллах вам даст все все изобилие позвольте себе изобилие я так люблю изобилие а изобилие это изобилие равно щедрость и благодарность замечательно спасибо вам большое уважаемые телезрители благодарим вас за внимание и действительно все только в руках Аллаха поэтому все что бы вам нужно просите только у него а мы с вами не прощаемся до следующих встреч ассаламу алейкум субтитры Продолжение следует...